Давайте поговорим о том, как избавиться от отёков ног, лодыжек и ступней. Можете ли вы поверить, что у меня была пастозность лодыжек? Я надавливал на свою лодыжку, и на ней оставалась вмятина. Я же не такой старый. Это было годы назад. И даже на этой фотографии видно, что моё лицо было совершенно круглым. Круглое лицо — это всегда признак проблем с сахаром в крови. У меня было много проблем со здоровьем, в том числе пастозность. Опухлость ног называют отёчностью. Вы можете прочитать, что отёчность вызвана проблемой с печенью, очками, сердцем, возможным избытком натрия в пище. Но это не всегда так. Есть более частая причина, и я о ней расскажу. И это очень легко исправить. Если вы сделаете то, о чём я расскажу в этом видео, вы исправите это очень быстро. И не нужен препарат, разжижающий кровь, диуретик для выведения жидкости, ведь у них есть побочные эффекты. Причина задержки жидкости, особенно в нижней части ног, в лодыжках, может быть связана с тем, что не работают крохотные насосы в клетках. В клетках есть миллионы крохотных насосов, которые перекачивают жидкость в клетку и из неё. И насос, который не работает в этом случае, называется натрий-калиевый насос. Что любопытно, он расходует от 30 до 40% энергии, получаемой клеткой. И если этот насос ломается, как сломался наш насос в подвале, после чего подвал затопил сантиметров на 30, если у вас сломается этот насос в теле, у вас будет много воды не в клетках, а снаружи клеток. Это задержка межклеточной жидкости. Итак, вот что на самом деле происходит в ваших лодыжках. Ваш уровень сахара в крови становится слишком высоким, и весь этот сахар соединён с белком крови, гемоглобином. Представим, что этот протеиновый батончик — гемоглобин, а этот кусочек — маршмеллоу сахар. Когда сахар соединяется с белком в крови, это называется гликирование. Вы могли слышать этот термин в связи с анализом А1С или анализом на гликированный гемоглобин. Он измеряет, сколько сахара прилипло к белку крови. Это среднее значение примерно за три месяца, потому что эритроциты живут примерно три месяца. Итак, когда сахар прилип к белку крови, он уже не отлипнет и будет связан с ним, пока эта клетка крови не умрёт. И чем больше сахара вы едите, тем больше сахара прилипает к этому белку. В итоге этот белок уже не может работать. Такой белок называют гликированным. Суть в том, что когда вы едите сахар, вы уничтожаете способность клеток крови доставлять питание телу, переносить кислород. И эти гликированные молекулы белка закупоривают кровеносные сосуды. Циркуляция крови ухудшается, и в нижней части тела скапливается жидкость. Это и есть отёчность. Это также разрушает сосуды изнутри и создаёт, так сказать, протечки в стенках клеток. Жидкость, которая должна быть внутри сосудов, может вытекать. Кроме того, когда вы едите много сахара, это приводит к задержке натрия. Не говоря уже о том, что другой минерал, калий, связывается с сахаром. И вода всегда следует за натрием. Со временем это влияет на нервы в подошвах ног, возникает онемение, покалывание, это периферическая нейропатия. И да, при диабете у людей много жидкости в лодыжках и так далее. И даже у тех, у кого нет диабета, и, возможно, даже и преддиабета, в этих местах тоже есть задержка жидкости, как это было и у меня. Чтобы это исправить, нужен один очень важный витамин. Но также надо получать из пищи ещё два нутриента, два минерала. Очевидно, что один из них — калий. Проблема с калием в том, что его непросто получить из пищи, поскольку его нужно очень-очень много. Среднему человеку его нужно 4700 миллиграмм. Что это значит? В одном банане — около 300 миллиграмм калия. Насколько надо умножить 300, чтобы получить 4700? Пришлось бы съедать 15,6 банана каждый день, просто чтобы получать калий. Проблема в том, что это трудно сделать, и в бананах много сахара. Вместо этого лучше есть авокадо, больше зелени и даже больше ягод. Из всего этого можно получить много калия. А второй минерал, магний, нужен для создания АТФ — это источник энергии в теле. И да, при дефиците магния будут судороги, но также будет нехватка энергии. А чтобы получать магний, вероятно, надо есть больше семян тыквы, или подсолнечника, или листовую зелень. Но магния нужно не 4700 миллиграмм, как калия, а где-то 420. Калий и магний можно получать из электролитного порошка, но он должен быть высокого качества и без скрытых сахаров. Так вы почините этот насос. А вот из-за чего этот насос сломался, мы сейчас обсудим. А сломался он из-за дефицита витамина В1. Покажу вам вот эту небольшую схемку. Шучу, это огромная схема биохимических процессов. Здесь у нас происходят всякие химические процессы. И вот здесь. Когда вы едите сахар, тело начинает работать с ним здесь. Потом его надо расщепить на молекулы поменьше, глюкозу. А потом эта машина превращает глюкозу в энергию. И чтобы перейти от этого шага к этому, нужен один фермент, а ему нужен витамин В1. Но если его недостаточно, вы не сможете получать энергию из глюкозы. Таким образом, главная причина дефицита В1 — это избыточное употребление углеводов в рафинированном виде. Если вы едите много рафинированного сахара без В1, телу приходится брать В1 из своих запасов, из разных тканей, органов, желёз. В итоге будет дефицит В1. А В1 — это ещё и очень важный антиоксидант, который защищает нервы. Вот почему, когда у кого-то не остаётся В1, возникает периферическая нейропатия. Это покалывание, онемение, жжение в подошвах ног. Суть в том, что В1 крайне важен для метаболизма углеводов и для вашей защиты от большого количества углеводов. И под защитой я имею в виду защиту от гликтирования, соединения сахара с белком. В1 не даёт им соединяться, так что клетки крови не разрушаются, и она циркулирует хорошо. Поймите, если они соединились, это необратимо, они не разъединятся. Итак, магний, калий и В1 — это решение для отёкших лодыжек. Но также надо исключить сахар из рациона. Ведь как только вы снова начнёте есть пустые углеводы, отёки вернутся. Но если не есть углеводы, то что же вам тогда есть? Чтобы это узнать, обратите внимание на этот курс. Приглашаю вас на программу по здоровому кето и интервальному голоданию от доктора Берга. Неважно, вы только начинаете или ваш прогресс затормозился, эта программа может вам помочь. Вам будет доступно огромное количество видеоуроков. Есть видео о том, чем конкретно питаться, где разбираются все детали. Там масса примеров того, что и как нужно есть. Я также расскажу, чего нужно избегать, со всеми подробностями. Когда вы пытаетесь похудеть, вы часто сталкиваетесь с барьерами, такими как вечеринки и праздники, семейные ужины, заедание стресса, еда от скуки. Я дам вам решения, которые вам точно помогут. Следующий пункт — питание. Это важная часть здорового кето. Вам нужно понимать основные принципы питания, когда речь идёт о еде. Потому что пища — это те самые кирпичики, из которых строится ваше здоровье. И оно зависит в первую очередь от того, насколько эта пища богата нутриентами. Дело не только в снижении калорий, но и в питательных веществах. Я дам вам много информации и знаний о том, как распознать, чего не хватает вашему телу, что с этим делать и как получить то, что вам нужно из еды. Таким образом, эта программа повышает ваши шансы добиться успеха, а также демонстрирует, как всё сделать правильно, чтобы приобрести новые здоровые привычки на всю оставшуюся жизнь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!